Всем огромный привет! Сегодня попала в фикс прайс и хочу показать вам свои сентябрьские покупки. Шла, если честно, я за контейнерами, но так получилось, что сегодня их было не густо. И пришлось купить всего только два. Хотела, конечно, больше и посмотрела, подумала, но необходимо было больше. Первый, который я взяла, это вот такую корзину. Я ее хочу использовать для овощей. И сейчас осень, и много яблок в доме. Не хочется их хранить в пакетах, хочется вот что-то такое удобное для таких вот продуктов. Так что корзина очень-очень была нужна, и я рада, что вот эту корзину я встретила. Ну и также еще один я взяла контейнер, такой розовый, был тоже прозрачный, но еще в оранжевый какой-то цвет уходил. Но вы знаете, там они были собраны друг в дружке, крышки отдельно, контейнеры отдельно. И вот этот оранжевый нужно было, знаете, все-все поднять и там чуть ли не нижний доставать. И поэтому взяла, который был сверху розовый, вот такой удобный. И вот такая крышка, которая закрывается, вот так одевается и с боков захлапывается. По-моему, удобный такой. И немаленький вот моя ладонь. То есть большой контейнер. Понравился. Этот контейнер поменьше, который 50 рублей, а большой 55. Чуть-чуть пробегусь по продуктовым покупкам. Их было, кстати, много. Ну, покажу. Взяла молоко только потому, что оно там было под рукой, и не хотелось сумками потом заходить в продуктовый магазин. Поэтому взяла такое мамуле. Оно вкусное. Единственное, что это молоко, которое, ну, в общем, вот, ультрапастеризованное. Его надо, можно хранить долго. Также Максимка попросил, ребенок себе попросил вот такие вот арахис в хрустящей корочке. Никогда не брали. Со вкусом сыра написано. Будем только пробовать. Арахис стоил 25 рублей. Кто смотрит давно мой канал, знают, что я постоянно беру чай Лисму. Крепкий беру комод. У меня очень любит его моя мама. И постоянно просит, чтобы я без Лисмы не возвращалась. Поэтому каждый раз у меня 4 пачки. Они по 25 рублей. Ну, вот нравится. Поэтому постоянно покупаю. И сама я, если хочу по-быстрому попить чайку, то я его с удовольствием пью. Также увидела уже на кассе чай Тесс. Это черный чай с чабрецом и цедрой лимона. Девчонки, которые уже брали, хвалили его. Но этот чай уже 50 рублей и 25 пакетиков. Куда мне хочется так поэкономнее упаковать. Поэтому не обращайте внимания. Я так складываю. Взяла банку томатов. Написано с зеленью в заливке. На вкус, конечно, еще не попробовала. Но понравилось, что рассол такой светлый, хороший. Ну, мне кажется, томаты как томаты будут. Взяли сухариков. 4 пачки. 2 со вкусом томата с зеленью. И 2 со вкусом ветчины и сыра. Нас в семье 4 человека. И всем по одной такой маленькой пачке. Я думаю, ничего страшного. Иногда можно. Далее. Не, ну кто же на строгой диете, конечно. Я согласна, что если кто на правильном питании, то лучше не кушать такие вещи. Первый раз увидели вот такие вот фито... Нет, не фито. Фикси. Батончики. Написано наклейка с фиксиком в каждом батончике. 8 штук. Собери коллекцию фикси стикеров. Вот. Вот такой вот. Когда есть какие-то сюрпризы, у меня ребенок сразу реагирует, просит. Я хочу вам показать, что же это за такое. Как выглядят эти фикси-батончики. Вот они вот такие. И сейчас я попробую открыть и показать, какой он внутри. У меня ребенок просил показать, говорит, наверное, это будет кому-нибудь интересно. Но если у вас есть детство, я думаю, вам это будет тоже интересно. В общем, вот такие фигурки там внутри. И вот, собственно, наклеечки. Можно отрывать и приклеивать. Сам шоколад, ребенок сказал, у меня вкусный. И вот такая начинка. Следующая у Иринки Малакановой. Ириночка, привет тебе большой. Увидела хлебцы. Она постоянно покупает и хвалит их. Поэтому я взяла тоже, это как раз тоже ребенку, вечерами, когда хочется что-нибудь пожевать, то вот такими хлебцами будет хрустеть. Также всегда беру вот эту пасту коллекшн, макаронные изделия. Хвалила и буду хвалить. Они хорошие. Без них, если в прайсе, не ухожу никогда. Так далеко, что самой в кадр-то бы не залезть. Ну и из съедобного, если я не путаю, то последнее. Это вот такое огромное печенье, пачка с печеньем. В нем, давайте вот так поближе покажу. Это крекер с сухой печеньем, сладкий крекер. И 500 грамм. 50 рублей. У кого-то из девчонок я видела, хвалили. Вы знаете, такой вид, что целая упаковка. И 50 рублей. Надеюсь, что нам тоже оно понравится. Печенья очень мало, которые разбиты. Практически все цельные. Поэтому, я думаю, будет вкусно и хорошо. Дальше. Так, теперь о чем мне рассказать. Когда-то, года два назад, я брала в фикс-прайсе вот такие тарелки. Я брала 4 штуки. Видите, они такие волнистые были. Две у меня разбились. Но у меня вся семья любит вот эти вот стеклянные тарелочки. И в этот раз решила купить. Сейчас покажу, какие. Таких, которые я вам показала, уже не было. Я взяла вот такую. Она такая, знаете, с углублением. То есть, она такая вот. Вот, видно, да? Удобная. Она даже еще удобнее. Я оценила квадратные тарелки. Очень удобно из них кушать. Вот такая тарелочка. Вот такая клубничка. У меня ребенок очень просил. Говорит, мама, ну давай вот эти вот купим. Фруктики. И вот такое яблочко. Ну, сколько прослужат. Конечно, они не сильно удобные. Ну, симпатичные. И такие вот прямо очень-очень привлекательные. Если кого-то интересует, то вот этот Китчен. Это компания, которая постоянно с Фикс Прайсом сотрудничает. Вот так вот тут написано. Мне кажется, обыкновенное стекло. Ну, получилось, что взяла три штучки. Осталась довольна. Так, давайте немножечко по тряпочкам пройдемся. Вот эта новая коллекция. Конечно, она очень богатая. В нашем Фиксе уже разобрали почти все. Осталось несколько пар прихваток. И я все выбирала, чтобы, знаете, не буквы какие-то неинтересные были. А попасть на такую, чтобы были цветы и бабочки. Вот у меня одна нашлась. Остальные были совсем неинтересные. То есть рисунок был полностью срезан. Одни печати посередине. Ну, вот мне повезло. И две прихваточки. Вот такие симпатичные. То есть я сейчас с удовольствием выкину свои старые, которые немножко пригорели. А вот эти повешу новенькие. Взяла носочки. Вот такие теплые уже. 36-39. Но они написаны женские. Ну, я думаю, они и ребенку, мальчику подойдут. Ну, такие вот. Ну, кто из нас не будет носить, я не знаю. Ну, либо себе, либо сыну. Так, ну, написано носки женские. Состав. Так, 52 полиэстера. 32 акрила. 10 ластана. 4% шерсти и 2 вискозы. Ну, молодцы, честно. Даже 2% и то посчитали нужным написать. Кто знает, я шью игрушки и моим пупсам нужна одежда. Мне заказали уже месяц назад пупсов, но очень долго я не могла найти махровых вот таких носочков. Нашла несколько пар, но, вы знаете, были очень много белого у остальных носочков. Вот единственные вот эти шли с коричневым. Пупс должен быть мальчиком. Ну, не знаю, если девушке понравится вот такая расцветка, то мой пупсик будет одет вот в такой вот, в такой костюмчик. А не понравится, буду ждать дальше следующих привозов. Но на самом деле эти носки отличные. И в них тепло, и можно носить самим. Размер 36-40. Так, где тут состав-то? 100% полиэстер. Вот, тут особо нету. Увидела у Дилтинка, вроде так, ник. Аделя, тебе привет большой, если смотришь. Вот такие заколки, резинки. Совсем недавно увидела. Вы знаете, видела и у других девочек эти резиночки. Но Аделя взяла прямо вот несколько таких упаковок и сказала, что они вау, какие хорошие. И для меня решающую роль сыграло вот это вот ее количество. Если я не путаю, и у Адели были именно такие. Надо будет пересмотреть ее ролик. А то, может быть, я не те взяла. Вот такие резиночки. Вот эти вот телефоновые провода. Цвета были разные. Ну, а так как я черноголовая девушка и очень люблю темную одежду, то я решила, что... Так, где тут прозрачные? То я решила, что вот такие цвета мне будет самое то. Вот, поэтому взяла такие. Дальше. Набор клеев у многих девчонок тоже видела. Уже даже не буду передавать привет. У кого, мне кажется, у всех уже видела. Понравилось тем, что много суперклеев. Раз, два, три, четыре, пять. И универсальный один. Мы сейчас очень много чего клеим в доме. Приходится ходить без конца покупать. Недавно очень дорогой суперклей взяла такой. Плюс сейчас осень. Постоянно надо что-то подклеивать из обуви. И я думаю, что этот набор, если я оценю, то я буду покупать еще 50 рублей за такой набор. Ну, здорово. Что я могу сказать? Здорово. Так, куда его положить? Дальше. Прошлась в этот раз по вот таким салфеткам. Вот, кстати, если честно, я только сейчас увидела, что это для интимной гигиены. Вообще, я взяла для уборки. Так, со стола протереть ручки. Ну, тоже хорошо, на самом деле. Ладно, пусть будет и для интимной гигиены. Я думаю, салфетки не обидятся, если я их сделаю универсальными. Меня привлекло, что их тут 30 штук и 16-60, что ли, цена. Ну, ладно, будут у меня, значит, для интимной гигиены салфетки. Ну, и также взяла для сумок, потому что вот это я посчитала, что очень толстые для сумочки. Хорошо не взяла для сумочки их. Так, взяла влажные просто салфетки. Вот эти вот, они гипоаллергенные написаны. И они не сушат руки, и всего 10 рублей стоят. Тут 15 штук в каждой пачечке. Вот. Дальше. Опять Иринке большой привет, потому что Ирина пол ютуба подсадила вот на такой кондиционер. Фруктовое наслаждение. Вилор, наверное, да, кондиционер для белья. Тут литр. Она очень хвалит и говорит классный аромат. Поэтому я еще, правда, не это... Не нюхала? Да, правда, очень-очень приятный аромат. Фруктами пахнет, яблочком, вот чем-то таким. С удовольствием буду пользоваться. И думаю, я Иринке не раз спасибо еще скажу. Вот. Так что буду тестировать. Наконец-то до меня тоже дошло, что надо брать. Так. Видно? Очень просил ребенок у меня. Вот эти вот очищающие таблетки для сливного бачка. Он очень просил желтенькие, но он не знает, что я желтенькие уже брала и выкинула, потому что ощущение, как будто за собой не смыл предыдущий посетитель туалетной комнаты. Поэтому решила взять хвою. Думаю, зеленоватая вода, это симпатично. А с лимоном я брать больше не буду, потому что были казусы с нашими гостями, конечно. Когда гость бедный стоял у унитаза и долго-долго смывал за собой, в надежде, что наконец-то смоется. Ну, ладно, это я шучу. Ну, нет, не шучу, это реальные случаи. С хвоей, я думаю, будет приятный аромат. Но если даже аромата не будет, то лишь бы вот это вот очищающее действие производила таблетка, ну и работала. Сколько проработает. Цена была 50 рублей. Осень наступила. Очень актуально стала иметь платочки. Я заметила, что стала шмыгать носом тоже на улице уже, когда холодно. У меня почему-то всегда обязательно нос начинает протекать. И поэтому вот это должно быть средство, ну вот это, платочки. Всегда должны быть в сумочке, в карманах у меня вообще везде. Ну и, естественно, у ребенка во всех рюкзаках. И плюс, посмотрите, какой дизайн красивый. Ну, прямо вот рука потянулась и очень захотелось взять. Красивые. Очень-очень симпатичные бумажные платки. Deluxe 100% стеллюлоза. Вот. В этот раз так много покупок, что мне даже класть некуда. Ватные диски взяла в этот раз снова. КТ. Люблю их, они мне нравятся. Я не знаю, что о них сказать. Хорошего, что плохого. Работают прекрасно, 100% хлопок. Когда бываю в фикс-прайсе, беру их. Далее. Ребенку. Ну и себе тоже. Он левша и, вы знаете, левши пишут немножко под другим углом. Не как правши и ручки часто не пишут. То есть, вот правой рукой пишет, левой не пишет. Как-то царапать начинают. Взяла очередные ручки. Вот ручки у нас с ним беда. Не знаю, будут писать, как у него. Но взяла сразу на запас и побольше. В любом случае, спишем. Максимка попросил себе вот такой фонарик. Здесь идет кнопочка. На кассе сказали, что он без батареек. И предложили купить батарейку. Как я поняла. Две, наверное, да? Да, сюда входит две. Три. Кажется, батарейки. В общем, сразу на кассе нам дали и батарейки. И получается, что этот фонарик сам 50. И батарейки в комплекте. Так, что-то у меня тут... Долго кручу. Тоже 50. Вот такие нам дали. Ну, надеюсь, подойдут. Сейчас уж если с вами, то это... Долго получится ролик снимать. Не буду я время тратить. Также взяла на свой страх и риск вот такие наушники. Ребенок попросил. Я знаю, что эти наушники часто бывают и сломанные. Поэтому я взяла их и взяла чек с собой. На кассе предупредили, что в целом сейчас нормальные партии. Но чек берите с собой. Если что, поменять можно. Очень симпатичный дизайн такой. Мы в комнате с Максимкой. У каждого свой стол. У каждого свой компьютер. И поэтому одному из нас приходится сидеть в наушниках, когда мы что-то смотрим. Дальше. Тоже ребенку. Вот такую зажигалку. Ну, прям он страсть как любит такие зажигалки. Но на самом деле они мне тоже нравятся. Вот видите, как горит хорошо. А ними чем нравится? Свечи зажигать. Когда отключают свет, газ зажечь. Очень удобно. И как-то вот оно так смотрится симпатично. Вот. Ну, пусть будет. И еще кое-что взяла ребенку. Тоже подглядела. Не помню у кого. У кого-то из девочек. Англо-русский словарь. Вот прям вот, если честно, вот это все я купила. Шла за этим. Очень хотела его найти в нашем фикс прайсе. Нашла англо-русский и русско-английский словарь. Сейчас английский не похож, как учили мы в свое время. У нас в учебниках писалось постоянно вот эти вот переводы слов русский и английский. И мы прямо заучивали по 10-20 слов. И на уроке пересказывали. Всегда могли подглядеть. Сейчас вообще таких словарей в учебнике нет. Там все только на английском. И надо знать. Если только учитель обращает внимание и в тетради заставляет писать. Вот. Ну, я думаю, это будет очень нужная вещь. Еще где-то я тут прочитала, что рассчитано на школьников. Если я не путаю. Так, ну, где-то прочитала. А может быть вот здесь. Вторую книгу я взяла. Правила английского языка. А, ну вот, да. Наверное, вот здесь, видите, начальная школа. И тут уже тоже кое-что идет. Ну, не очень удобно мне. В этот раз пришлось, так как много покупок, стоя снимать со штативом. И поэтому стоя я в три погибели согнувшись показываю. Вот. Если у кого-то дети тоже со второго класса учат английский. Да, мне кажется, сейчас все дети со второго класса, если не с первого, учат английский. То вот такие вещи в помощь вам 50 рублей. Ну, доступная все равно цена. И ребенку будет куда подглядеть. Вот. Вроде бы все показала. Все это я принесла в трех пакетах. Много. Ну, остались мы довольны своими покупками. Было много всего. Давайте, если кому-то интересно, чек покажу. Все было за 50 и ниже. Два предмета каких-то. Вот корзина 55. И еще что-то одно было 55. Так, ну вот. Молоко, что ли? Томаты, да? Получается, томаты были 55. А все остальное дешевле. И корзина, да, большая. Вот. Вот такие цены. Одно время было, девчонки, вот эти вот баллы накопительные. Если берешь, по-моему, больше 800 рублей, то давали аж 10%. Сейчас нет. Вот. Я купила на 1585. И мне 79 рублей начислили на карту. То есть сейчас вот эта вот накопительная система стала чуть-чуть подешевле. Вот. Жадничают. Все. Спасибо всем за внимание. Все показалось. Спасибо всем, кто был со мной до конца. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok